Доброго времени суток всем. Я в очередной раз буду отвечать на ваши вопросы, которые вы прислали через интернет-приемную на моем сайте Миронов.ру, через социальную сеть Одноклассники или ВКонтакте. Итак, начали. Александр Нефедов из Пензы высказывает свое мнение по принятому закону о борьбе с курением. Читаю. Добрый день. Обращаюсь к вам по поводу принятия закона о курении. Понятно, что молодежь нужно ограждать от этого зла. Но при чем тут мы, взрослые, практически прожившие жизнь люди? Нам, курящим, теперь нельзя лечиться в больницах, едут на поездах, посещать парки и тому подобное. Посоветуйтесь с грамотными врачами, курить бросить очень сложно, а иногда и вредно после 30-40 лет курения. Вы принятием таких законов просто обрекаете нас на неповиновение им. Уверен, что поймете меня. Александр, я действительно вас понимаю, хотя практически никогда не курил, баловался в детстве, и вот уже, наверное, лет 45 я никогда не брал в руки ни сигареты, ни папиросы. И, конечно, я считаю, что закон, который мы приняли, он в принципе нужен, но здесь я соглашусь с вами, и здесь как раз то самое понимание, на которое вы рассчитываете, что многих аспектов или, скажем так, нюансов мы не предусмотрели. Но я напомню, что когда закон шел, я, например, вносил поправку, чтобы курящим людям все-таки было доступно и нормально, спокойно купить сигареты там, где им удобнее, например, на остановке общественного транспорта в городах. Вносили другие поправки, которые, на мой взгляд, все-таки учитывали то, что 45 миллионов граждан нашей страны – это люди курящие. Я очень хорошо помню так называемые табачные бунты конца 80-х годов, начала 90-х в моем родном городе Ленинграде, и я понимаю, что такое мужчина, курящий многие годы, десятилетия, которому вдруг говорят, а все, теперь а – сигареты не купить, б – курить нигде нельзя, конечно, это и выводит из себя. Совсем недавно я внес очередные две поправки в закон о запрете курения. Эти поправки касаются двух ситуаций. Первая ситуация – это ситуация, подсказанная мне одним письмом как раз на мой сайт. Человек инвалид с детства, всю жизнь живет в специализированном интернате, у него нет ног. Он курящий, курит всю жизнь, сейчас ему 60 лет. Для того, чтобы покурить на улице, где сейчас только возможно, он должен просить нянечек или сестричек, чтобы его вынесли с третьего этажа на первой. Он тяжелый, его никто выносить не будет. Раньше была курилка на лестнице, рядом был пожарный щит, ведро с песком, все как положено. Сейчас, после принятия закона, его убрали. Так вот, первая поправка касается того, что люди с ограниченными возможностями в случае их проживания в специализированных медицинских, либо социальных учреждениях, имели бы возможность курить там, где они привыкли. Это не в палате, это где-то оборудованное место, на том же этаже, где находится, допустим, колясочник, чтобы не было тех мучений, о которых рассказал мне посетитель одного из моих сайтов. И вторая поправка касается уже другой категории граждан, которые привыкли летом свободно покурить на веранде ресторана. Обратите внимание не у открытого окна в ресторане, а на веранде, то есть на воздухе практически. Сегодняшняя норма закона, и это запрещает. Я надеюсь, что мои коллеги-депутаты к этим поправкам отнесутся нормально. И я думаю, что это не последние поправки. Потому что, с одной стороны, действительно, мы считаем, что нужно бороться с курением, как это делается во всем мире. Курить вредно, курить не нужно. Но человека взрослого, самостоятельного, зачем же мы будем переделывать, а самое главное, зачем же мы будем его унижать принятием таких норм законов, которые действительно приводят к расслоению людей на так белых и небелых, чистых и нечистых. Да ерунда все это полная. Поэтому я думаю, что будем дорабатывать этот закон. Следующий вопрос. Анатолий Егоров из Владимира спрашивает про налог. Здравствуйте, Сергей Михайлович. На днях прошла информация о том, что правительство отказалось вводить прогрессивный налог на доходы. Как было заявлено, шкала осталась плоской. Как вы считаете, не является ли это стремление опустить рейтинг президента и правящей партии? Вы знаете, Анатолий, я не думаю, что кто-то думает об этом, о рейтингах. А вот то, что не думают о простых гражданах, не думают о том, как нам законным образом пополнить наш бюджет. Вот это правда. Почему наша партия и я выступаем много лет за ведение прогрессивной шкалы подоходового налога? Наши аргументы. Первое. Ну, я даже не буду ссылаться на опыт других стран, хотя здесь нужно сказать, что из так называемой двадцатки, это 20 самых развитых экономик, Россия единственная страна, где плоская шкала подоходного налога. Второе. Мы считаем несправедливым, что те, кто сегодня получает миллионы рублей в месяц, и те, кто получает сегодня тысячи рублей в месяц, платят одинаково 13%. При этом люди состоятельные, как раз те, которые получают миллионы рублей, они могут позволить себе, например, иметь счета в банках, с которых они ничего не будут платить за то, что у них есть деньги на счетах. И более того, они еще и покупают акции различного рода предприятий, и потом на эти акции получают по итогам года дивиденды. Так вот, с этих дивидендов платится только 9% налога, а не 13%, как с мизерной зарплаты. Поэтому мы выступали и выступаем за прогрессивную шкалу подоходного налога. А то, что правительство, к сожалению, остается на позициях либеральных, на позициях так называемой плоской шкалы подоходного налога, на мой взгляд, свидетельствует о том, что, похоже, не очень-то соответствует сегодняшнему дню и сегодняшним реалиям состав нынешнего правительства. Следующий вопрос. Ирина Корнеева из Хельсинки, Иван Елопашев, Олег Пучков из Москвы, Татьяна из Запорожья и многие другие задают вопросы по Крыму и Украине. Их вопросы можно въединить в Е-группы. Не вернется ли Крым в Украину? И второе. Станет ли Новороссия частью Российской Федерации? Но я к этому добавлю свои личные ощущения от моей последней поездки в Крым и в город Герой Севастополь. Это было 11-12 сентября этого года. И знаете, что меня удивило? Как часто люди и знакомые, я имею в виду, когда пришли на встречу со мной или тех, кого я уже знаю, и совсем не знакомые, просто подходили на улицы и задавали один вопрос. Причем заглядывали в глаза, пытаясь увидеть, правду ли я отвечаю. А вопрос был такой. А вы нас не бросите. Мы не вернемся обратно на Украину. Я отвечал тогда и отвечаю сейчас. Крым и город Герой Севастополь были, есть и будут всегда Российской Федерацией, нашей территорией, нашей землей. Нам чужой земли не надо, но своего мы никогда не отдадим. Я хочу напомнить всем, Россия за всю свою более чем тысячелетнюю историю никогда ни пяди своей земли никому не отдала. Так будет и с Крымом. Крым навсегда российский. Ну а по поводу станет ли Новороссия частью Российской Федерации, я думаю, сейчас на этот вопрос ответа не даст никто. А станет ли Новороссия в составе Украины, допустим, федеративной? Не знаю. Станет ли Новороссия независимым государственным образованием и получит некий статус в будущем? Не знаю. Станет ли Новороссия одним из субъектов Российской Федерации? Тоже сегодня не знаю. Решать тем, кто сегодня живет на Донбассе, тем, кто сегодня с оружием в руках, вынужден защищать свое право жить так, как они хотят. Я лишний раз напомню, что наша партия, партия «Справедливая Россия» поддерживала, поддерживает и будет поддерживать ополченцев. Я называю вещи своими именами. Мы оказывали и будем оказывать гуманитарную и иную помощь. Это наша принципиальная позиция. Владимир Попов, Рыбинск. Выступите за законодатель инициативой, чтобы годы срочной службы в армии входили в трудовой стаж, как годы, проведенные в производстве с средними условиями труда. Владимир, вопрос понятен. Действительно, сегодня служба в армии один год срочный входит в трудовой стаж вообще. Но Владимир предлагает, чтобы этот год шел, допустим, за полтора или за два. Как обычно, засчитывается стаж с средними условиями труда. Вы знаете, Владимир, я считаю, что постановка вопроса справедливая, правильная. И, пожалуй, я дам задание готовить соответствующую законодательную инициативу. Спасибо вам за этот вопрос. Артем Балабин, Серега Викторкин из Атрахани, Серега Тезка. И другие спрашивают, что бы я посоветовал младым людям, начинающим самостоятельный путь. На самом деле, вера в себя. Вы знаете, есть такая замечательная русская пословица. Не боги горшки обжигают. А отсюда вот этот тот самый девиз. Верь в себя, верь в свои возможности, верь в Россию. И делай, что должно, и будь, что будет. Полный вперед, и удача придет к вам. Виктор Смиталин из Электростали. Сергей Михайлович, вы мне хоть раз передайте привет, когда отвечаете на вопросы. Виктор, передаю привет. Виктор из Электростали. Пламенный привет из Москвы. Нормально? Евгений Пылин из Москвы, 37 лет. Я отвлекусь. Я теперь представил, сколько еще таких просьб придет ко мне. И, возможно, одна из следующих передач будет такой. Привет такому-то. Привет такой-то. Но надеюсь, что все-таки вы не будете этих злоупотреблять. Евгений Пылин из Москвы. Знаете ли вы о том, что Госдума хочет протащить закон, по которому бизнесмены и депутаты, пострадавшие в кавычках, от санкций, будут получать компенсацию из бюджета. То есть обычный народ будет спасать олигархов. Но вы знаете, Евгений, сегодня этот законопроект планируется рассмотреть. Но, похоже, все-таки, наверное, будет рассматриваться завтра, в среду. Позиция нашей фракции. Не голосовать за этот закон. Дело в том, что, конечно, когда сейчас уже называют этот закон имени Розенберга, здесь, конечно, очень большой перехлест. Но нас смущает. Смущает очень разбытые формулировки. Смущает неконкретность данного законопроекта. И мы хотим ко второму чтению подать поправки, которые четко бы показали, что мы действительно думаем о физических лицах гражданах Российской Федерации. Возможно, о юрлицах, которые именно российские юрлица, а не офшорные какие-то компании. И здесь, при определенных условиях, мы, возможно, изменим свою позицию по этому закону. Тем более, если наши поправки примут. Но сегодня позиция нашей фракции за этот закон не голосовать. Андрей Соколов, Сергей Степанов и другие. Какая у вас зарплата? Много ли платят лидерам партии? Ну, как лидер партии, я не получаю ничего. Официальная зарплата депутата Государственной Думы 81 тысяча рублей. Это зарплата. Но я должен вам сказать, что в специальном решении президента начисляются так называемые премии, поощрения. И у меня, например, с 1 сентября этого года выходит, уже это не зарплата, а то, что я получаю в качестве вознаграждения за свой труд, почти 400 тысяч рублей. Это огромные деньги. Я это осознаю. Я осознаю несправедливость такой зарплаты для депутатов. В программе нашей партии есть очень простое требование, чтобы у депутатов не было никаких привилегий ни по зарплате, ни по пенсии, ни по каким-то другим составляющим. Это наша принципиальная позиция как социалистов. Но, хоть скоро я такую зарплату получаю, а я, когда работал еще депутатом в законодательном собрании Петербурга, получал довольно большую зарплату по средней российским меркам. Так вот, еще 20 лет назад я принял для себя такое решение. Наверное, 4 пятых. Я просто примерно говорю, я не могу сказать точно, но львиную долю всей зарплаты каждый месяц я перечисляю тем, кому эти деньги наиболее нужны. Их несколько десятков адресов. Кстати, знаете, я, по-моему, впервые об этом говорю, потому что прямой вопрос и мой прямой ответ, чтобы тоже была понятна моя позиция, я многих людей, которым десятилетия уже перечисляют деньги, ни разу уже не видел. Это не мои знакомые, не мои родственники. Однажды они написали с криком о помощи, именно с криком о помощи. И вот я вам уже многие-многие годы помогаю и буду так делать. И впредь памятую о том, что если у тебя есть такая возможность, и ты не можешь сегодня принять закон, который будет работать на всех и поможет получать всем нормальные, справедливые зарплаты, пенсии, стипендии, помогай конкретно хотя бы из тех денег, которые тебе государство, а значит люди, дают за твою работу депутатам. Евгения Беляева из Москвы. Ага, понял. Евгения, личный вопрос. Где познакомились с супругой? Что нужно для того, чтобы встретить своего человека и построить успешный брак? Познакомился я с своей женой на одном из телеканалов. Она работала там журналистом, ведущей. Я не был у нее в студии, но я увидел ее там. Она мне запомнилась. Это была первая встреча. Следующая встреча произошла через несколько лет. Вот так бывает в жизни. Но, видимо, следующая встреча уже была совершенно не случайной. И мы поняли, что у нас впереди обязательно должна быть жизнь вместе. Чего я всем желаю. А как встретить своего человека? Ну, наверное, рецептов никаких нет. Единственное, что я теперь точно знаю. Когда встречаешь своего, если хотите, свою половинку, я не знаю, что происходит. Ангелы начинают петь, либо колокола звенеть. Но я теперь точно знаю, что я не ошибся и желаю найти такую свою половинку. Всем обязательно. Надежда Гуриба из Бологды. Либеральные демократические ценности на Западе сегодня отсутствуют. Что это за свободная пресса, в которой никто не упоминает о бомбежках Луганска и Донецка? О гуманитарной катастрофе на юго-востоке Украины. Зато все западные СМИ хором демонизируют образ Путина. Твердят, что Путин – это зло для России. Это они не Путина ненавидят. Это они ненавидят всю Россию. И намерения их относительно России кристально прозрачны. Но вы знаете, Надежда, спасибо вам за ваши слова. Я даже не увидел здесь вопроса. Я готов подписаться под каждым вашим словом. Потому что сегодня мы видим циничные двойные стандарты в позиции и Штатов, и Евросоюза по отношению к мирным жителям, к ополченцам Донбасса, которых они называют сепаратистами, называют еще как-то. И не видят, что творят так называемые военнослужащие украинской армии. Эти каратели не видят, как абсолютно беззаконно гибнут мирные жители, по которым стреляют из градов, смерчей, кассетными бомбами их убивают, фосфорными бомбами. И на все это молчание. А Россия, видите ли, империя зла, и, соответственно, нужно ее и наказывать, и санкции вводить. Это двойные стандарты. Я убежден, что все-таки время все расставит по своим местам. Правда на нашей стороне. Галина Пашина из Феремии. Уважаемый Сергей Михайлович, как вы думаете, нужно ли увеличить налог на землю? У многих богатых людей земля выкуплена большими гектарами, где все зарастает сорняками, деревьями, все малые деревни выкуплены. Хотела взять участок по застройку домика, но, увы, частная собственность. Если увеличить налог, то люди будут избавляться от этих грамотных гектаров. На самом деле, позиция правильная. Это та же самая идея о прогрессивном налоге. И если ты большой земловлагерец, если ты латифундист, по сути, плати большие налоги. А самое главное, если ты землю не используешь по назначению, у тебя должна земля отбираться. Потому что, когда мы видим заросшие уже кустами и деревьями молодыми поля, стельхозугодий, мы понимаем, что это бесхозяйственность. За это нужно оказывать рублем. Поэтому с позиции Галины я абсолютно согласен. Ильнур Шагаров, 16 лет. Здравствуйте, вы богаты? Ильнур, я богат. Я богат своими годами. Помните, как пел один певец? Мои года, мои богатства. А самое главное, я богат дружбой с настоящими людьми. Я богат тем, что в своей жизни встречал настоящую дружбу, настоящую любовь. Встретил эту любовь. Поэтому я богатый человек. И речь, конечно, не о материальном достатке. Потому что то, о чем я говорю, не меряется. Деньгами меряется совершенно другим. Но у меня полное ощущение, что я очень богатый человек. Потому что мне везло на людей, везло на настоящих друзей, везло на тех, кто рядом со мной, причем кличу. Служил в армии, работал в геологии, работаю сейчас здесь, в Государственной Думе. Поэтому мое богатство – это те люди, которые рядом со мной. Ну и завершая ответы на ваш вопрос, хочу сказать, что многие спрашивают, как попасть ко мне на прием. Я на самом деле раз в месяц веду прием в Москве на улице Маховая, дом 7. Это официальная приемная Государственной Думы. Можно прийти туда и записаться ко мне на прием. Как правило, по-моему, я провожу приемы, как правило, третий-третий четверг месяца. Хотя бывают там нюансы, иногда это второй четверг месяца. И обычно я принимаю с 12 до того момента, пока всех не приму. Кстати, очень часто, кроме тех, кто записался заранее, я знаю, с чем они придут. Может быть, даже мой юрист уже готовит какие-то предложения. Многие просто приходят с улицы. Если я в этот момент принимаю, я обязательно приму всех, кто пришел. Ну и в Государственной Думе я тоже принимаю людей. Но здесь обычно предварительно списываются со мной через мой сайт, через интернет-приемную. Я узнаю причину, повод. Чтобы я тоже понимал, что мы не просто поговорим о погоде, либо какой вам фильм понравился последний, а какой-то государственной важной задачи. И тогда в таком случае я людей принимаю. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Я обязательно буду регулярно отвечать на ваши вопросы. Пишите.